Добрый вечер, уважаемые участники вебинара. Ждем сейчас немножко подключения и через пару минут будем стартовать. Наверное, традиционно давайте поставим плюсики, что все хорошо слышно, все видно. Спасибо большое. Так, и напоминаем, что вы можете задавать вопросы в чат, так, то есть можете писать, мы будем сразу, видите, отвечать по ходу. Так, и немножко ждем подключения и будем стартовать. Спасибо. Спасибо. Угу, к нам уже активно подключается. Спасибо. 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 Итак, я думаю, что можно уже стартовать, уже потихонечку можем начинать. Итак, сегодня мы с вами собрались, чтобы обсудить именно бизнес-образование в области корпоративных финансов. Вот, и, соответственно, сегодня у нас будет с вами такой, как бы, разговор с экспертами, прежде всего. И начнем мы именно с понимания вопроса с точки зрения именно HR, специалистов, что же именно сегодня требуется на рынке от финансистов, да, кто сколько готов платить, насколько востребовано, вот, соответственно, что компании предпочитают выставлять в качестве требования, какие тренды, какие направления. Вот, а затем уже в рамках вот этого заданного тренда именно от такого известного HR-агентства, да, Хейс, в итоге мы уже с вами поговорим, а что можно конкретно и где чему можно, соответственно, научиться, да, то есть, в частности, у нас в школе финансов, выше школы экономики. Вот, я с удовольствием представляю вам Светлану, вы кого, да, Светлана, вы, да, здесь на месте, ага, ага, вот, Светлана, непосредственно управляющий консультант по подбору персонала и как раз специализируется в области финансов, то есть, из первых рук вы узнаете именно, что же в области, именно сейчас, в условиях такого непростого времени, кризисного, можно сказать, да, периода, то есть, насколько же профессия финансиста, она востребована и что именно востребовано, вот, ну, еще раз, наверное, подтвердите свои какие-то определенные догадки, да, или же, наоборот, зададите конкретные вопросы, где вот уже карьерный консультант вам укажет на такую необходимость вот такого карьерного трека и развития. Итак, я предоставляю слово Светлане, а далее уже мы продолжим про наши тренды в области самой подготовки. Спасибо большое. Я очень рада быть сегодня с вами. Уже не первая наша встреча. Немножко расскажу про себя. Я больше 15 лет в подборе персонала во внешнем консалтинге. Из них 8 лет я в Хейсе отвечаю за позиции высокого уровня, в основном отвечаю за практику в бухгалтерии и финансы. Также я являюсь лидером направления по карьерному консультированию. Я сертифицированный карьерный консультант и коуч в области продаж. За годы работы в рекрутменте, в подборе я лично устраивала на работу сотни людей, да, и последние 8 лет это специалисты в области финансовой бухгалтерии. Клиентами нашими являются абсолютно разные компании в разных направлениях бизнеса. Часть из них увидится на сайте. Ой, на сайте. На картинке. Это продажи, фармацевтика, тяжелые какие-то индустрии, FMCG, ритейл и так далее. Лично я устраивала на работу финансовых директоров, и часть из них продолжает, в общем, успешно работать в этих компаниях. Часть из них уже меняли свои карьерные судьбы. Такие компании, как Avon, Dyson, Asminex, McDonald's, Pirelli и мой последний плейсмент, крайний, страшно говоря, последний плейсмент. Надеюсь, что далеко не последний. Это финансовый директор футбольный клуб «Локомотив». Надеюсь, что мы скоро увидим результаты его труда и победы «Локомотива». Вот, поэтому немножечко вот о себе. Сразу задам вопрос, кому актуальны вопросы поиска работы? Кто-то планирует из вас, может быть, в ближайшее время, может быть, там, не знаю, несколько месяцев, полгода, проходить интервью, напишите мне, пожалуйста, плюсики, чтобы я видела, что тема поиска работы для вас актуальна и чуть более подробно могла на этом остановиться. Так, пока пойдем дальше. Слушай, ну, действительно, мы сейчас находимся в кризисном периоде. Очень сложно давать какие-то оценки, да, вот в такой период времени, поэтому будем опираться на какие-то фундаментальные вещи. И вот для вас сейчас, как для студентов, наверное, такое правильное время для того, чтобы развивать именно хардовые скиллы, да, пока. То есть это фундаментальная профессия финанса, и технические навыки, знания, они всегда будут востребованы в любой индустрии, в любом направлении. В первую очередь, на что обращают внимание наши клиенты, это профильное образование. Причем иногда клиенты просят даже показывать кандидатов из конкретных вузов. Прямо списочек такой выдают, потому что считают, что оттуда люди посильнее. Ну, естественно, ваш вуз тоже есть в этом списке, потому что кузнец в кадрах, конечно, очень достойна. Обязательно нужно знать английский, потому что с какими мы партнерами, с какими бы рынками мы не работали, это международный язык общения. Его нужно постоянно развивать, совершенствовать. И если вы, в общем, знаете английский, то вам это будет давать новые возможности открывать двери, которые, в общем, должны быть открыты для вас. Отдельно остановлюсь на профессиональной сертификации. Наверное, вот сейчас только заканчивая образование, не стоит бежать получать тут же какую-то дополнительную сертификацию. Это скорее такая задача на более дальний период времени, когда вы уже немножечко поработаете, поймете, где вы хотите специализироваться, потому что финансы, конечно, очень широкая ветка, и вы для себя должны определиться, куда вы хотите дальше развиваться, в какую сторону. Вот там уже нужно думать о какой-то дополнительной профессиональной сертификации, потому что, особенно для международного бизнеса, это вот такой, знаете, знак качества. И без таких сертификаций иногда даже не рассматривают кандидатов на репортинговую роль, на более высокую роль. Ну, это такая, наверное, более отдаленная история, тем более сейчас, ну, вот временно, очень надеюсь, что и АСА, и СИМА пока не сертифицируют русских людей. Профессионалов надеюсь, что это временно, и образование достаточно быстро восстанавливается, поэтому к тому моменту, когда вы собираетесь это делать, уже все будет работать, потому что до этого мы очень активно сотрудничали, и это очень достойные, в общем, тоже образовательные программы. Поэтому я надеюсь, что все восстановится. Ну, и два таких последних тренда в хардах. Это больше свойственно для людей уже с опытом работы. Но вот профильная индустрия – это, наверное, история про то, что, как правило, карьера людей складывается по какой-то определенной дороге долгое время, вот, индустриальной. То есть если вы попадаете, ну, например, сейчас возьмем металлургию, да, начинайте там с какой-то там роли в репортинге, то, скорее всего, вы будете востребованы интересной рынку, рынку что-то похожее, что-то такое тяжеленькое, да, это не FMCG, там будет это не фарма, ну, потому что похожие процессы, и с одной стороны, да, с другой стороны, рынок дает возможность выбора, поэтому вододатель, как правило, предпочитает людей с опытом профильной индустрии, хотя мы очень часто слышим, ну, такие возмущения и обиды с стороны кандидатов, ну, как же так, ведь это же какие-то там фундаментальные вещи, неважно, что считать. Но вот рынок считает немножко по-другому, да, поэтому если вот вы там думаете вот сейчас, куда там пойти, чуть позже скажу там об индустриях, ну, вот помните о том, что резкие карьерные переходы, ну, они возможны, но такой больше-больше отлайкли вариант, да, там, перейти из какого-нибудь там Сибура в какую-нибудь фарму, очень-очень непросто. И немного скажу о софт-скиллах, ну, несмотря на то, что финансы, профессия очень серьезная и фундаментальная, да, мы все равно работаем не в домике, мы постоянно общаемся с другими департаментами, да, и вот выделила на слайде такие основные, наверное, скиллы, которые нужно развивать с самого начала своей карьеры. Но всегда нужно помнить, что финансовый блок для любой организации является важным не только с точки зрения отражения финансовой деятельности, но и с точки зрения определения стратегии компании. Поэтому такой скилл, как стратегическое мышление нужно постоянно держать на буме, что вы должны уметь видеть за цифрами тот результат деятельности, который принесет то иное решение вашей компании. Также надо помнить о том, что навык общения с разными людьми, навык функционального взаимодействия тоже очень важен, ведь успех в компании часто зависит не только от ваших личных результатов, но и от того, насколько вы эффективно работаете с другими подразделениями. Важно уметь найти консенсус, услышать другую точку зрения, принимать такие верные решения. Часто вот в компаниях этому помогают всякие внутренние проекты. И вообще, если вам повезет оказаться в компании, которая внутри имеет кучу всяких новых идей, направлений, проектов, это очень здорово, это значит, что компания находится на нужной стадии развития, что она думает про будущее, откладывается и в сотрудников, и какие-то новые продукты, и там вот такие навыки как раз будут очень здорово развить. Также нужно помнить о том, что финансисты обязаны учиться практически всю жизнь, такой long-life learning, да, и сейчас вы находитесь, ну, не в начале пути, но, в общем, где-то такой в первой, наверное, половине, потому что вот даже там супервзрослых, опытных кандидатов, там, и за 30 лет, и за 40, часто клиенты задают вопрос, а есть ли дополнительное какое-то образование, какие-то там дополнительные сертификаты, когда в последний раз что-то проходил, да, в общем, об этом тоже нужно помнить, что это, ну, скорее всего, не текущее образование, не финальное для вашей карьеры, но это здорово, потому что ведь это и про правильный нетворкинг, про умение увидеть, что происходит в других компаниях, в других индустриях, поэтому помните о том, да, что учиться вам придется еще очень-очень долго. Также в компании очень важно уметь доказать свою точку зрения, да, лишний раз, может быть, не эмоционировать, подобрать аргументы в нужный момент времени. Это бывает непросто, потому что бывает так, что человек суперэкспертен, да, но он не умеет правильно построить взаимоотношения, не умеет показать плюсы и минусы того или иного решения, и это негативно влияет и на его карьеру, и на, собственно, какие-то там решения бизнесовые. Ну, и сегодня, конечно, очень важно развивать такое качество, как адаптивность. Мы живем в очень беспокойном мире, и гибкость, да, это то, что вам поможет, наверное, быстрее принимать правильные решения. Ассертивность же показывает, насколько вы искренне и прямолинейны, когда излагаете свою точку зрения, ну, тоже такой, с моей точки зрения, важный фактор. Вот, здесь, наверное, все по софтам. Да, немножечко покажу вам, здесь разные картинки, да, это не единственный вариант развития карьеры до роли финансового директора. Презинкционно роль сейфо считается такой финальной точкой, да, и многие кандидаты стремятся к этой роли. Это не значит, надо всем стремиться, это вообще не так. Вот, есть люди, которые прекрасно чувствуют себя в других ролях и могут остановиться вот на любой из этих дорожек. Ну, такие дорожки тоже бывают. Традиционно, как складывается обычная карьера, да, финансистов? Есть люди, которые начинают свою карьеру в бухгалтерии, в репортинге. Есть люди, которые изначально начинают карьеру в корпоративных финансах, может быть, финансовый аналитик, да, и развиваются вот уже по этой стезе. Бывает такое, что аналитики или какие-нибудь там контролеры, они даже не разбирают, но не могут оценить какие-то ошибки в проводках, потому что они там никогда не были, да. В зависимости от того, что хочет компания, они будут подбирать человека вот с такими вот разными навыками и компетенциями. И, знаете, наверное, здесь встречала много раз, что, ну, как-то традиционно считается, что вот коммерческие финансы – это как бы, ну, круче, да, что когда человек занимается аналитикой, бюджетированием, планированием, они, ну, как будто это более интересно, что ли, чем те, кто занимается там репортингом, налогами. И тут, наверное, я не соглашусь. Я видела много карьерных переходов и в одну сторону, и в другую, да, потому что все-таки репортинговые товарищи не работают больше с фактом, а коммерческие работают с будущим. И здесь важно, вот, чтобы ваши какие-то персональные данные, ценности совпадали с тем, что нужно конкретной должности, да. Не нужно, наверное, всем стремиться к одной и той же роли. Важно быть просто счастливым в своей деятельности и понимать, что вот это вот ваше, да. Можно быть прекрасным там директором по налогам, великолепным руководителем какой-нибудь га почетности и чувствовать себя вполне хэппи. Есть ли путь из банковского аналитика по корпоративным финансам, финансовый вектора? Ну, посмотрите, я вообще рассказываю про индустриальные финансы, да, вы видели, что там банковский сектор, я не упоминала. Это вообще такая параллельная дорога. Ребят, может быть, в начале вот карьеры, когда вы только начали там и что-то там немножко поработали в какой-нибудь банковской структуре, если у клиента, у работодателя, да, есть запрос на вот опыт в банке, то можно перейти, ну, где-то в начале карьеры, то есть проработав там уже много лет, а потом попытаться перейти в индустрию, ну, опять же, только если будет какой-то точечный запрос. Вот это вот то, что я вам говорила в начале про индустриальную направленность, да. То есть возможно, возможно, но сложнее, потому что будет куча людей, которые там из другой индустрии, да, и они будут более интересны рынку. Так, немножечко про деньги. Это исследование мы составляем каждый год. Это, в общем, такая информация с рынка, да, сколько получают разные профессии. Здесь не финальные цифры, то есть есть и финансовые директора дороже, есть и замы дороже, да, есть там и дешевле, ну, так в средней вот температуре вот примерно так выглядит, то есть вы видите, цифры очень приличные. Ну, вот сейчас могу сказать, что я ищу финансового директора в крупную фарму, там зарплата, ну, в районе миллиона и больше, и тут же ищу финансового директора в производственную компанию, ну, не очень большую, там, человек 300, это Владимирская область, там зарплата 300 гроз. Ну, вот вам разница. Одно название позиции, но разный уровень. Ну, там очень много все внутри зашито, и команды, и обороты, с которыми вы работаете, задачи, на которые вы выходите, ну, в общем, цифры, конечно, могут быть прям на порядок, да, разный. Если говорить о начальных позициях, конечно, хорошо начинать свою карьеру в четверке, это прекрасная школа, я знаю, что она очень жесткая, и что там люди многие узнают, устают, потому что и переработки есть, и, в общем, большой объем, но как школа, это, в общем, хорошая такая история, достойная. На старте вы можете получить порядка, если не ошибаюсь, 50-60 тысяч гроз, ну, там плюс переработки, там плюс годовые бонусы, ну, и через, там, 2-3 года это уже порядка 120-150, и уже можно рассматривать переход в индустрию. Поэтому порядок цифр примерно такой. Так, что у нас дальше? Немножко поговорим про тренды. Давайте, наверное, начнем с индустрии, с индустрии, которые, наверное, на текущий момент времени чувствуют себя чуть более стабильно, но, опять же, это может поменяться достаточно быстро. Ну, вот можно даже просто на уровне обывателя подумать, что всегда будет жить, да, что будет развиваться вот сейчас, в наше время. Ну, это все, что касается еды, это продуктовый ритейл, да, это, там, другие виды ритейла, типа, там, одежды, обуви, это российские IT-компании. Все-таки IT-шный рынок бумит до сих пор, и несмотря на то, что я вижу аналитику в открытых источниках, что даже ожидается профицит, но здесь все-таки пока, ну, сложновато сказать, нужно подождать, да, пока мы выйдем вот хотя бы из такого прям вот жесткого кризиса. Все-таки рынок труда, он реагирует чуть более отложенно, да, и посмотреть, что будет там через 3-6 месяцев. Я думаю, что IT-шки все равно будут хорошо себя чувствовать, какие-нибудь маркетплейсы, да, и через что это все продается, хозяйство. Фарма, вот фарма переживет любые кризисы, и на моей памяти это так и было, да. В принципе, фарма вообще очень хороша для того, чтобы попытаться туда прорваться, потому что это компании очень высокого уровня развития, с прекрасной корпоративной культурой, очень стабильные, с хорошим социальным пакетом, ну, прям вот искренне их любим. Фармы крутые. Будет развиваться, ну, аграрный сектор, да, сельское хозяйство, телекоммуникации, ну, металлургия, энергетика, да, наши крупные какие-нибудь игроки, типа Сибора, Налмака, так или иначе они будут, ну, не так или иначе, будут жить, да, будут, могут меняться каналы продаж, рынки сбыта, но это, конечно, крупнейшие игроки, и они будут, они будут жить куда-то в раз, вот все, что крупное, известное, выживет. Так, если говорить о джинерских позициях, да, конечно, всегда был большой конкурс на такие роли, поэтому вы должны понимать, что апплицируясь, когда вы уже прям прям собрались уже искать работу, да, что поиск работы тоже работа, да, и что нужно очень правильно к этому подходить и максимальную информацию собрать. Я там дальше скажу, там даже можно сфотографировать, кому актуально, как-то готовиться к интервью, потому что, по сути, ну, кроме как горящих глаз и желания и мотивации, ну, крыть пока нечем. Ну, понятно, что могут быть тесты профессиональные, но если вы плюс-минус все проходите одинаково, то остальное, а вот остается, как мы говорим, наличку, да, на химическую такую составляющую, чтобы другу понравили, чтобы вам поверили. Пока вы учитесь, если нет возможности работать, там, подрабатывать, берите за все, что может повысить уровень вашей визибилити, уровень, там, вашей, ну, ваших навыков, софтовых, да, стажировки, волонтерские какие-то программы, олимпиады, потому что ваше резюме должно выглядеть, ну, с какими-то такими фишечками, да, чтобы было видно, что вы не просто сидели на месте, что что-то инициировали, где-то принимали участие, что-то выигрывали, там, ну, что вы не просто, вот просто ходили, там, в институт и ничем больше не занимались. Пусть они будут, знаете, я даже помню до сих пор, как вот к нам приходили ребята, и мы их тоже брали на позицию трени, они сейчас уже давно выросли, кто-то даже уже там в других странах работает, и в других компаниях, но вот все, что мне запомнилось в тех интервью, хотя прошли уже годы, вот какие-то вот такие вот волонтерские штучки, кто там какие-то там возил танцевальные программы, кто-то где-то олимпиаду выиграл, ну, вот это вот то, что вот запоминается, такой след оставляет. Вот. Постоянно помните о том, что вот такой разный опыт, разные навыки в наше такое непростое время нужно постоянно оценивать и совершенствовать. Сложно сказать, знаете, что вот есть какой-то навык компетенции, вот вы будете это знать, вы будете, да, востребовывать. Нет, оно все меняется. Все, ну, как бы не станет на месте, да. Вот сегодня там, ну, кто будет востребован? Знаете, кризисные, да, ребята, которые уже проходили какие-то кризисы. Ну, понятно, что взрослые, да, кандидаты, которые помогут вытащить компанию, помогут сохранить эффективность, может быть, там, какой-то косткатинг сделать. Пройдет время, и будут другие там какие-то востребованные, да, вещи. Вот нужно это отслеживать и стараться развиваться вот в этом направлении. Ну, и коммуникация, да, то, что я говорила уже на предыдущих слайдах, да, эти софт-скиллы, это правильное взаимодействие с сотрудниками, с руководителями, там, своей командой, для того, чтобы, в общем, занять свое правильное место под солнцем, да, в вашей будущей компании. Так, вопрос. А ваши курсы по финансовым контролерам? Если их пройти, а потом поддаться? Хотя, ну, поддаться – это, конечно, такой вопрос. И не главное, какой курс? У меня нет никакого курса. Это, наверное, в школу вопрос. Ну, ребят, давайте я прокомментирую. Как я это вижу, да, должно быть, вот в финансах должно быть фундаментальное образование. То есть просто курсов не хватит для того, чтобы быть конкурентным при той толпе кандидатов, которая есть на рынке труда, да. Если это, например, какая-то дополнительная программа сверху, там, магистрская, я просто не очень поняла, про что вопрос, это всегда в плюс, да, ну, там, пройти какое-то базовое образование, можно даже в другом институте получить, а вот прийти сюда на какую-то дополнительную программу – это всегда в плюс. Но вот там просто пройти какие-то маленькие курсы, не буду, честно, наверное, в эфире называть, но все, наверное, знают, есть куча сейчас онлайн-образования, да. Да. Вот они, да, это просто не у нас, мы такого не делаем, да. Ну вот, я не могу запретить, понимаете, сказать, что там, ребята, не получайте это. Вообще, наверное, любые знания полезны в какой-то мере. Но будет ли у вас требована на рынке труда вот в тех компаниях, про которые я сейчас говорю, нет, не будете. Есть ли другие компании, где вы будете востребованы? Ну, может быть, они есть. Да, но просто это не наша целевая аудитория, да. Мы все-таки говорим о лучшем, что есть на рынке, да. А для этого должно быть крутое образование, да. Итак, да, финальная часть уже выступления, кратенько про интервью, да. Вы можете, ну, то есть вы уже пошли, да, готовиться к интервью. Что вы можете услышать на встрече? Расскажите о себе, да. И это значит, что вы должны прям отработать эту презентацию, да, знать ваши сильные, слабые стороны. Такой сложный вопрос, о своих слабых сторонах все сразу стеряются. Да, очень хорошо понимать, что за компания, куда вы пришли, какие бренды, продукты, какие там риски. Ну, то есть как будто уже общаться с такой партнерской позицией, да, не ждать, что вам как в школе расскажут вот это, вот это, вот это, а максимальную информацию по открытым источникам собирать. Обязательно должна быть мотивация, да, продуманная. Это вопрос сложный на самом деле, потому что вот, когда спрашивают, почему должны именно вас взять, да, что вас привлекает в этой позиции, чем нравится там компания. Вот на это тоже надо уметь отвечать, да, нельзя просто, там, сказать, мне позволили интервью, я пришел. Ну, должна быть такая все-таки взрослая, да, позиция. И не все с этим справляются, особенно молодые специалисты, даже у него ранее, конечно, теряются. Вот. И бывают такие каверзные вопросы от HR, да, чем гордитесь, а расскажите о ваших неудачах, там, например, в учебе, да, и вообще, знаете, грамотные специалисты должны уметь рассказывать о своих неудачах, там, работе, не стесняться этого. Ну, только это должно быть с такой подачей, что вот, ну, что-то случилось такое, вынесли уроки определенные, как бы сделали работу над ошибкой, но пошли дальше, да, вот с такой точки зрения, с такой позиции. Часто любят спрашивать, кем вы себя видите в ближайшие 3-5 лет, да, и здесь нужно, ну, как бы, соблюсти такой баланс между амбициозностью, потому что ответить, там, не знаю, там, выхватителем отдела себя вижу, можете напугать, с другой стороны, показать, там, что для вас важно. Ну, для вас, наверное, для всех сейчас важна экспертность, да, вы должны в первую очередь набирать знания, получать опыт, ну, можно сказать, я там вижу себя сильным экспертом в этой области, там, да, который себя чувствует уверенно, там, ну, что-то такое. Может быть, там, про менеджерскую, уже в карьеру, что-то сказать. И традиционно не демонстрировать интерес, как мы говорим, гигиеническим фактором, не, там, спрашиваем, а сколько вы платите, какой график работы, вы все это узнаете, но, наверное, когда вот дают время на интервью задать вопросы, должны быть вопросы глубокие, продуманные, про компетенции, про ценности, там, что важно ваша компания, каких сотрудников вы цените, может, какие там программы, там, развитие есть, или, там, какие задачи у этого отдела стоят в ближайшее время, ну, что-то такое, да, а не вот такие вещи, там, попроще, типа, графика работы. Какую сферу возможен переход из народного консалтинга в банковской сфере? Так, ребят, я про индустриальные финансы. Я, ну, боюсь просто сейчас что-то сказать про банковскую сферу. Это отдельная планета, поэтому не буду здесь, наверное, комментировать, чтобы точно был ответ такой верный. Если еще какие-то вопросы есть, пишите. А если нету, то тогда, наверное, все. Спасибо, Светлана, большое, да. Как раз по окончану прошлись, да. Вот, ну, Дмитрий, наверное, может быть, здесь международный консалтинг, да, это, конечно, очень достаточно тоже интересно. Здесь, может быть, в целом вам посмотреть с позиции приоритетов, потому что в банковском секторе тоже есть свои тренды, да, свои вот направления в области того, как развивается карьера в банковском секторе, вот. И там тоже достаточно очень много разных позиций, и тут надо учитывать и ваш опыт, и, соответственно, вот ваши скиллы, так называемые, да, то есть ваши навыки, которые у вас уже есть. И, наверное, вот почему мы как бы и начали как раз-таки с выступления карьерного консультанта, именно с точки зрения того, что это, прежде всего, посыл о том, что если вы уже обладаете каким-то опытом, ну, и, в принципе, даже начинаете, да, то есть роль карьерного консультанта, она достаточно, ну, высокая и, соответственно, правильно подскажет направление, да, то есть как бы это не просто вот именно как бы обучить вас, как подготовиться к интервью и так далее, да, а выявить, выявить у вас вот ваши лучшие качества и, соответственно, направить. Вот, а, соответственно, исходя из того, что вот нам так был задан уже тренд, тренд в области финансовых направлений, профессий, то есть как бы к чему стремиться, и, на самом деле, вот как раз-таки, наверное, это даже уместный был вопрос по поводу того, что какие курсы нужно пройти для того, чтобы как бы развивать, вот мы в этой второй части с вами и поговорим, поговорим по поводу того, что мы предлагаем как школа финансов, да, я сейчас запущу нашу презентацию, чтобы тоже просто как раз-таки понимать, то есть, а как же, получается, можно, ну, и нужно выбирать, так, нужно выбирать с точки зрения вот в итоге направлений вашего обучения, да, то есть это то, что развитие. Вот, по поводу тоже как раз-таки вот квалификации, так, на самом деле, по поводу СИМа, СССР и так далее, то есть сейчас ситуация такая, что пока не то, что не сертифицируют в России, да, то, что, ну, пока, как говорится, официальная сдача экзаменов, на самом деле это касается не только СИМа, СССР и других квалификаций, соответственно, в странах из МГД, конечно, пожалуйста, вот, но именно из России, как бы такая практика пока закрыта, вот, то есть если у вас есть действующий сертификат, то есть вы, да, можете, конечно, предъявить, но пока вот новая сертификация, к сожалению, пока приостановлена, то есть, конечно, мы надеемся, что это все вернется, и, соответственно, в итоге, конечно, вот она будет, ну, да, ну, конечно, что рынок достаточно большой, тем более, что СИМа очень активно сертифицировали вузовские программы, так, то есть уже как бы это была гарантия того, что какую-то часть курсов можно было засчитывать, да, при сдаче, вот, конечно, это все как бы безвозврат не уйдет, вот, и, соответственно, ну, просто такой пока период, и пока вынуждены, получается, переждать, да, и вот как раз-таки давайте поговорим о текущих реалиях, о сегодняшних реалиях, ведь мир на этом не заканчивается, и работодатели тоже будут перестраиваться с точки зрения того, что насколько в итоге зарубежная квалификация будет как бы таким основным условием подтверждения того, чтобы действительно чего-то стоить. Конечно, уже зарубежные сертификации очень многие привыкли, да, то есть если, допустим, вы обладаете таких, сдали такие-то бумаги, например, то это характеризует то, что вы умеете первый, второй, третий и так далее, да, в соответствии с этой бумагой, то есть так как тут есть определенный стандарт, но с другой стороны и, соответственно, фактически как бы стандарты эти тоже развиваются, и новые практики. И вот наша с вами задача сегодня как раз-таки посмотреть, что же сейчас актуально у нас, да, то есть и вот наша с вами программа-мероприятие, чтобы вы просто понимали, о чем мы будем говорить дальше. Вот это прежде всего, скажем, мы обсудим, почему школа финансов и как, соответственно, можно, какие дела, точнее, можно сделать приоритет, выбирая то или иное направление именно в обучении, то есть именно как, скажем так, платформа обучения или, допустим, ВУЗ как обучение, так. Затем мы, конечно, поговорим с бизнес-экспертами, а как они видят развитие обучения и как бизнес-эксперты принимают участие в наших программах обучающих. Вот, и мы расскажем о таких актуальных программах, как, соответственно, антикризисное управление, финансовое управление, реструктуризация, мастерство оценки стоимости, проектное финансирование, то есть то, что в ближайшее время мы приготовили как раз-таки для вас, чтобы вы могли освоить и повысить свои как раз-таки навыки, профессиональные, именно профессиональные навыки, да. Итак, сегодня у нас в качестве бизнес-экспертов будут как раз-таки три представителя бизнеса, так, то есть Дмитрий Мигель, директор и руководитель группы по реструктуризации бизнеса BWC, Андрей Анна, генеральный директор оценочной консалтинговой компании Аура, так, он профессиональный оценщик, очень достаточно давно с нами сотрудничает, Нина Новикова, которая является исполнительным директором ЗАО Интера и достаточно активно специализируется в разных властях эфин-моделирования, операционной эффективности. А для начала немножко я сделаю вам краткий экскурс, почему же школа финансов и школа экономики. И здесь не секрет, что в принципе, конечно, высшая школа экономики является лидером в области экономического образования, но не только, а в области именно финансового и в области бухгалтерского учета. И надо сказать, что это единственный вуз в стране, в России, который имеет эту международную квалификацию, подтвержденную квалификацию, и мы ее удерживаем достаточно много лет. И, соответственно, в различных рейтингах мы тоже находимся на первых местах. Это и рейтинг, прежде всего, работодателей, потому что на самом деле действительно есть такая тенденция, что наших выпускников очень хорошо берут. И в данном случае это лидирующие позиции, они связаны не просто голословно, что мы просто хорошо готовим. Для этого у нас есть достаточно интересная база, как исследовательская, то есть, допустим, у нас есть достаточно интересный журнал, связанный с научными исследованиями в области корпоративных именно финансов, где мы обобщаем общие практики в мире, соответственно, в России и так далее. То есть он уже 2006 года издается и содержит очень много материалов. Мы фактически присутствуем, ну, до недавнего времени присутствовали практически на различных, любых вот этих вот конференциях, связанных с областью в оценке стоимости, в корпоративных финансах. Вот, у нас были размещены курсы на Курсере. Сейчас, к сожалению, платформа недоступна для россиян, но, соответственно, эти курсы мы переводим сейчас тоже в открытый режим на собственных платформах. Вот, и мы активно ведем бизнес-интенсивы. Вот как раз-таки то, что был вопрос про короткие программы, то есть как можно научиться, когда у вас есть, например, базовое образование, вы хотите продолжить и углубить какую-то свою конкретную область. И здесь мы предлагаем вам достаточно очень интересные варианты. В данном случае мы основываем свои вот эти вот учебные курсы, курсы именно в области дополнительного образования, бизнес-образования, да, на том, что выстраивая такую интересную стратегию научных исследований, мы это опубликуем в определенных книгах, да, то есть на русском, на английском языке, да, вот одна из книг этого издательства Шпрингер, вот, и затем уже это перекладываем на практику, да, то есть у нас нет какой-то голой теории, где мы вам рассказываем известные вещи там из учебников, то есть мы обязательно это все сочетаем с практикой, и не просто с практикой как таковой, скажем, ну, отвлеченной, да, а именно сочетание того, что у нас на курсе, обязательно присутствует лектор, как профессор школы, высшей школы экономики, школы финансов, и плюс бизнес-эксперт, который на примере реальных кейсов, реальной ситуации показывает вам, как же та или иная проблема решается на практике, как можно ее решить, то есть вы сами участвуете в решении этих проблем, и, соответственно, можете своими руками просчитать и получить результат, то есть научиться, как это делать, да, и вот первое, с то, с чего мы начнем, это как раз-таки с той программы, которая, в общем-то, будет актуальна на протяжении абсолютно любого состояния нашей экономики, любого состояния развития компании, оценка стоимости, оценка стоимости, и в данном случае, Андрей, вы с нами, да, то есть я могу, могу подключить уже, да, то сейчас, так, ага, да, вот, спасибо большое, вот, и я бы хотела здесь передать слово вам, именно поделиться, что же, как происходит сейчас в реальных условиях оценка стоимости бизнеса, так, и с какими трудностями, возможно, сейчас приходится сталкиваться, но в то же самое время в итоге можно это все преодолеть, да. Итак, Андрей, вам слово, и, соответственно, про экспертный опыт Андрея вы можете как раз-таки посмотреть, что это достаточно такой успешный бэкграунд, да, вот не только с точки зрения образования, но и, соответственно, с большим количеством проектов, поэтому Андрей в данном случае может вам рассказать о практике оценки стоимости абсолютно в разных системах, вот, и мы уже провели достаточно много совместных курсов, где Андрей поделился своей практикой, и давайте я тогда переключаю на непосредственно вот содержательный слайд, Андрей, и вам предоставляю слово. Спасибо большое, Елена. Итак, коллеги, вот для начала несколько слов о том, почему, собственно говоря, оценка, профессиональная оценка, она имеет большой интерес с нашей точки зрения и может быть крайне любопытна, как дополнительная сфера образования. По какой причине? Потому что, в принципе, мы достаточно часто, вот могу сказать, в профессиональной деятельности сталкиваемся с абсолютным непониманием того, что вообще такое оценка, нужна ли она, и, в принципе, что это за явление, потому что просто из практики, да, вот, когда мы выходили на оценку, даже в достаточно крупные банки, периодически люди с финансовым образованием, то есть вроде как те, кто должны это точно знать, они автоматически нас считали, что мы аудиторы, по той причине, что вот что такое аудит, как-то вот у нас это такое понимание в голове есть, а вот что такое оценщик, не очень. Мы, конечно, за последние десятилетия, благодаря развитию ипотечного кредитования, с этим столкнулись, когда все достаточно широко оценивают недвижимость, здания, участки земли, но вот оценка бизнеса, это такое, как бы, достаточно непонятная и незнакомая вещь, ну, с которой сталкиваются, как вот мы считаем, только те, кто там выходит на IPO, развивают свой бизнес уже до достаточно крупного уровня. Но на самом деле все не совсем так. Оценка важна и очень интересна всем тем, кто занимается бизнесом непосредственно, и не имеет значения, какого размера этот бизнес. По той причине, что я бы сказал, простите за мою аналогию, что это своего рода финансовая гигиена, понимание оценки, понимание финансовой отчетности и глубокое понимание того, как сопряжены формы отчетности друг с другом и как на основании их мы можем получить четкое представление о том, как функционирует бизнес и как этот бизнес нам создает, собственно говоря, главное то, ради чего мы его делаем – доход. Так вот, начнем небольшой такой спектр о том, с чем нам приходится всем с вами сталкиваться. Ну, поскольку бизнес наш в Российской Федерации, здесь есть совершенно специфические черты. Вот несколько из них мы выделили, да, вот первые – это если мы возьмем отчет о прибылих и убытках, это прибыль – главный, казалось бы, показатель с точки зрения бухгалтерского учета. Но опираться на него абсолютно нельзя по той причине, что прибыль сосредотачивает в себе 90% бухгалтерской налоговой оптимизации. По этой причине вот что точно не показательно, так это чистая прибыль. Хотя, казалось бы, она должна быть главным таким маяком, который направляет нас в нужном направлении. Далее, если мы пойдем к главной форме бухгалтерской отчетности, к бухгалтерскому балансу, то у нас там мы увидим основные средства, мы увидим запасы, материалы, да. По поводу основных средств могу сказать, что вполне себе, опять же, не называя имен, да, но достаточно крупная финансовая организация, приходили к ней на оценку, смотрели их балансы и были потрясены, потому что там на балансе висит здание стоимостью 25 тысяч рублей. Причем это было, ну, где-то лет пять назад. То есть, причем рядом висит в отчетности у них ноутбук Hewlett Packard, да, который, соответственно, стоимостью порядка 80 тысяч, а здание меньше. О чем это говорит и почему это важно? Потому что все мы привыкли к оптимизации отчетности и к тому, что все, что есть в нашей отчетности, это придумали враги для того, чтобы облагать нас налогами. Ну, вот, в частности, основные средства – это налог на имущество. То есть, уменьшая их, мы уменьшаем базу. Но проблема в том, что в этом случае мы лишаем самих себя возможности создавать свою стоимость. Потому что основные средства, в том числе, это то, на чем создается наша стоимость. Второй, значит, третий уже по счету момент, да, это запасы и материалы. Это, соответственно, еще один налог, да, если у нас был налог на прибыль, налог на имущество, это налог на добавленную стоимость, который, так сложилась ситуация в нашем бизнесе, что, поскольку у нас существуют авансы и существует авансирование, и оно, спасибо ему, оно большому числу бизнеса позволяет держаться на плаву, но, тем не менее, оно приводит к тому, что мы вынуждены, бизнесмены, в текущей деятельности оптимизировать, соответственно, свои запасы и подчас приходовать их совсем не по те проекты, под которые они настроены, под которые они приобретены. Ну и, наконец, персонал, это, собственно говоря, все, это мы с вами прекрасно знаем, да, что все эти черные бухгалтерии, которые ведутся по той причине, что нет желания платить социальные налоги, платить НДФЛ, но почему, собственно говоря, это важно? У этого есть несколько причин. Первая из них со стороны рисков, а вторая со стороны доходов. Вот если мы поговорим о рисках, то проблема заключается в том, что все это было хорошо, но хорошо это было где-то года до 2014, то есть в начале десятых, нулевых подобное функционирование бизнеса было вполне нормальным. Но впоследствии, столкнувшись с недостатком, соответственно, налоговых сборов, государство начало контролировать это очень активно. И в результате такие вещи, как выездные и камеральные проверки бизнеса, стали просто нормой жизни. Государство само для себя определяет фактически норму, которую предприятие должно платить, исходя из средних показателей, и уже дальше не опирается на то, какая фактическая отчетность у данного предприятия, а оно опирается на свои представления о том, сколько налогов оно должно с него получить. И в результате получается, что функционируя так, как функционировал бизнес до этого, огромное число предприятий сталкивается с тем, что они постоянно выплачивают налоговым разные суммы денег. В результате вот эта, казалось бы, оптимизационная модель, позволяющая минимизировать затраты, приводит к тому, что эти затраты у вас возрастают многократно и становятся абсолютно неэффективными. А здесь вот такая на этом слайде небольшая страшилочка, но эта страшилка взята из реальной статистики. То есть результативность выездных налоговых проверок составляет до 98%. То есть если они приходят, они берут. Вот это ключевой момент. Поэтому ключевое, что надо сделать в бизнесе, чтобы они не приходили. Поэтому я говорю о том, что это финансовая гигиена. То есть соблюдая определенные правила игры, вы сделаете так, что риски ваши будут минимизированы. Ну, соответственно, определенные цифры по налоговым проверкам, подтверждающие то, что мы показали на предыдущем слайде, и суммы доначислений, которые достаточно большие. Вот, собственно говоря, то, о чем я сказал некоторое время назад, что у нас государство ориентируется на средние показатели. То есть есть некие нормы по рентабельности бизнеса. Исходя из них, государство определяет, сколько прибыли конкретное предприятие в конкретной отрасли должно заплатить. И неважно, заработало ли оно бухгалтерскую прибыль на недостаточном уровне. Поскольку государство рассчитывает, исходя из средних показателей. Таким образом, получается, что мы, когда мы подходим к проблеме оценки конкретного предприятия, у нас возникает определенная проблема, если это предприятие функционирует стандартным для отечественной среды образом, мы всегда в нем вынуждены проводить огромную работу над ошибками. Это просто по практике так. То есть, приходя в предприятие, вы берете отчетность, и, как правило, вы всегда выясняете, что эта отчетность совершенно не соответствует тому, что происходит на деле. И дальше вы должны выстраивать финансовую модель этого предприятия полностью и с нуля, поскольку оно не соблюдает, соответственно, всех вот этих правил, которые приняло государство и которые государство фактически нам активным образом навязывает. Ну, тут еще дополнительные акты государственные, которые это все регламентируют. Вот. Но ключевой момент, понимаете? То есть, получается, что если вот эта логика финансовая, она у нас отсутствует, то мы сталкиваемся с огромным числом рисков. Вот до этого мы поговорили про налоговые риски, а есть еще вторая категория рисков. Это даже может быть более страшная инстанция. Это уже Следственный комитет. Это фактически фиктивность бизнеса. А на самом деле она идет ровно оттуда же. То есть, когда фирма не приносит прибыли, когда фирма не генерирует достаточно доходности, то государство может посчитать ее фиктивной, поскольку, ну как, она сидит на нулевой прибыли, она не платит налогов, у нее практически не числится персонал. Это большой риск того, что государство придет и проверит. А по результату могут быть очень страшные последствия. Вот тут, как бы, часть из них приведена, да, то есть это и финансовые потери, и репутационные потери, ухудшение кредитной истории и много-много-много других вещей. И что же нам делать, да, вот в этом случае? А делать очень просто. Значит, мы все, на самом деле, даже те, кто занимаются профессиональной оценкой, те, кто занимается профессиональным бизнесом, мы должны понимать логику определения стоимости, должны понимать, что любая вещь, которая мы видим в нашей жизни, она имеет, скажем так, не только бухгалтерскую стоимость, да, которую мы можем осязать и которая четко нам понятна, да, она указана в соответствующей ведомости, но она должна иметь и рыночную оценку стоимости, она должна, ну, еще в МСФО, в стандартах МСФО ее называют справедливой оценкой, да, то есть мы должны научиться понимать, как мы можем создавать дополнительную стоимость за счет методов рыночной оценки. И то, что мы можем сделать в результате, фактически безгранично. Мы можем и управлять стоимостью основных средств, нематериальных активов, таким образом расширяя, соответственно, чистые активы свои. Мы можем управлять дебиторской, кредиторской задолженностью. Мы можем выстроить дополнительную систему мотивации управления персоналом. Ну, и очень-очень много всего нам дает возможность сделать оценка. Если говорить о том, как конкретно взаимодействует оценка и реальная жизнь, то вот здесь очень хороша логика противопоставлений бухгалтерских показателей, да, и показателей оценочных. Вот если мы говорим о бухгалтерском учете, у нас есть показатель чистой прибыли, который, как мы с вами знаем, не соответствует фактически результатам деятельности предприятия, по той причине, что она оптимизирована под минимальные налоги. И только если, да, что называется, случится чудо, предприятия начнут работать сильно более, скажем так, в соответствии со стандартами и правилами, тогда, возможно, она будет приближаться к категории реальной прибыли. Но пока это не так, у нас должен быть инструмент, позволяющий нам понять, насколько эффективно мы функционируем и будет ли развиваться наш бизнес. Из чистой прибыли мы этого понять не можем. А вот есть такое понятие, как экономическая прибыль, разработанная несколько десятилетий тому назад в Соединенных Штатах Америки. И вот этот показатель очень здорово позволяет нам понять, насколько это предприятие, которое мы смотрим, которое мы оцениваем, нацелено на развитие и на рост. Это показатель исходит из очень простых вещей. То есть из того, что у нас есть такое понятие, как доходность, доходность нашего бизнеса, в данном случае отдача на инвестированный капитал. То есть чистая прибыль к инвестированному капиталу. Сколько, соответственно, прибыли дает нам одна единица нашего капитала. А есть второй показатель. Это фактически стоимость. Это затратная часть. То есть сколько стоит этот капитал. О чем это нам говорит? Вот у нас появляется спред доходности. Этот спред доходности фактически показывает, насколько инвесторам интересно вкладываться в это предприятие. И насколько это вложение будет лучше, чем любое другое альтернативное вложение. И вот если мы смогли превзойти стоимость капитала и получить при этом положительную чистую доходность, то вот в этом случае наше предприятие действительно имеет положительную экономическую прибыль. И оно может быть интересным для вложений. И оно генерирует стоимость, создает ее, не уничтожает, не разрушает, а именно создает. Вот этот показатель очень полезен и интересен в рассуждениях. В рамках курса по оценке мы расскажем достаточно подробно с коллегами о том, как считаются базовые показатели оценки, в частности стоимость капитала. Существует достаточно много моделей. И тут уже не будем забегать вперед и это все рассказывать. Но вот, например, одна из них – это расчет среднеизвешенной стоимости капитала, которые, собственно говоря, мы в данном случае можем применить для расчета альтернативной доходности, с которой мы сравниваем нашу доходность. И вот мы посчитали для банковской системы, ну это уже достаточно давнишние данные, но это еще посчитано на том этапе, когда шоков не было. То есть это до пандемии, до, соответственно, последних событий. И получили очень любопытные выводы о экономической прибыли основных кредитных организаций нашей страны. Вот как мы можем заметить, очень многие, очень крупные банки, например, соответственно, Газпромбанк, Росельхозбанк, ВТБ, то есть почти вся государственная группа кредитных организаций, имеют отрицательную стоимость. Фактически, фактически, вот экономическая прибыль только у сберегательного банка, она находится в положительной области. А вот из государственных банков у остальных она всех была на тот момент отрицательна. Это, конечно, моментный показатель. Вот чтобы продемонстрировать, это следующий слайд. Вот когда у нас включились уже риски пандемии, ситуация резко поменялась. То есть это показатель, это не показатель общего состояния бизнеса, а это действительно аналог прибыли, он не случайно называется похожим образом. То есть сколько конкретно, вот в данном случае, чистого дохода заработала фирма в данном периоде времени. Вот если мы посмотрим на данный график, то здесь у нас получается единственный, кто сделал, ну по Газпромбанку не было данных, а вот по Альфа-банку, видите, вот это единственный, кто у нас действительно в положительной области. А вот сберегательный банк как раз тоже провалился за счет рисков пандемии. Что нам это все позволяет делать? Да вот еще раз просуммируем. То есть если мы применяем оценочные методы, оценка у нас бывает сравнительным подходом, бывает доходным подходом, бывает затратным подходом. Мы можем оценивать, допустим, конкурентов по мультипликаторам и анализировать их рыночный потенциал, смотреть на какой стадии развития находятся фирмы. Базируясь на экономической прибыли, мы можем, допустим, анализируя подразделение, да, экономическую прибыль, не обязательно оценивать на уровне всей фирмы, можем оценивать его на каждом конкретном подразделении, на каждом отделе. И для каждого отдела в итоге выводить, насколько эффективно сработал персонал в данном отделе, насколько мы можем его примировать. И далее, соответственно, просто логичным образом отсюда вырисовывается бизнес-планирование. У нас, если мы провели подобную оценку, у нас на руках фактически готовый бизнес-план, с которым мы можем уже выходить и рассказывать о том, какое у нас эффективное предприятие. Ну и, собственно говоря, в текущем этапе мы регулярно можем анализировать рыночную позицию нашего бизнеса. Вот. Ну и, собственно, все вот эти показатели, о которых я говорил, то есть и бухгалтерский баланс, соответственно, и основные средства, и запасы, они все имеют, естественно, самую прямую, самый прямой эффект на экономическую прибыль, поскольку они у нас говорят, фактически нам помогают увеличить оценку чистых активов предприятия, да, то есть это такой самый базисный, фактически, ну, оценку собственного капитала, да, в данном случае. И они позволяют нам сделать более эффективным деятельность компании. Вот. Ну, достаточно много, в принципе, можно сказать по поводу профессиональной оценки и по поводу деятельности в области консалтинга и, вот, собственно говоря, управления стоимостью, но ключевой момент, который вот мне хотелось бы донести в данном случае, это то, что при помощи этих методов мы постоянно, на постоянной основе можем контролировать эффективность деятельности предприятия, мы можем быть гораздо более полезными, как аналитики, поскольку мы будем обладать более широким кругозором, мы будем более хорошо и точно воспринимать позицию наших конкурентов и мы будем фактически на одном языке разговаривать с, скажем так, с финансовыми аналитиками, которые будут, возможно, нашими визави, если мы, допустим, будем говорить об инвестициях или о кредитах, да, и это нам очень может быть полезно всем в каждодневной деятельности. Поэтому, вот, собственно говоря, оценка, на наш взгляд, крайне важна и, собственно, значимость ее недооценивать нельзя. Вот, так, коллеги, я... Да, спасибо большое, Андрей, спасибо. Так, сейчас мы... Действительно, с оценки мы как раз-таки вот и хотели бы начать именно вот рассказ про тренды, что же для того, чтобы... Ну, был же вопрос такой, да, что нужно закончить для того, чтобы успешно продолжить карьеру в области финансов. Так вот, оценка стоимости – это тот постулат, который фактически будет востребован абсолютно в любом бизнесе, так, особенно в корпоративном секторе, и не только в корпоративном секторе, вот, и разбираться вот в этих детерминатах, да, то есть находить, что же можно сделать для конкретной отрасли, и как раз-таки это можно узнать из нашего курса «Мастерство оценки стоимости компании», вот, где, соответственно, как раз-таки Андрей является одним из бизнес-экспертов, преподавателей, вот, Андрей, как раз-таки вам пишет большое спасибо для финансового аналитика, это было очень информативно и полезно. Вот, то есть мы хотели... Мы как раз-таки хотели, чтобы вы заглянули изнутри, то есть о чем вообще мы будем говорить, и насколько этот подход будет именно вам полезен, насколько он нестандартен, действительно, мы раскрываем лучшие практики. И вот теперь в следующей части я бы хотела перейти к следующему нашему бизнес-эксперту, где бы мы выстроили уже цепочку, в частности, более таких, еще не менее насущных проблем, как операционная эффективность и антикризисное управление. И вот к нам подключился как раз-таки Дмитрий. Давайте я сейчас открою непосредственно наше антикризисное финансовое управление. В данном случае именно учитывая реалии сегодняшнего дня о том, что тема антикризисного управления нас не покидает с вами, это сейчас мы чуть подальше сделаем так, вот, секундочку, вот это вот наше, то мы специально подготовили программу именно антикризисного финансового управления. И, Дмитрий, вам слово, соответственно, для того, чтобы раскрыть, что же в эту программу мы с вами вкладывали, вот, я потом несколько добавлю, и уже перейдем к нашей части по операционному управлению. Да, добрый день, коллеги. Елена, добрый день. Меня зовут Дмитрий Мигель, я настоящий раз являюсь директором по реструктуризации бизнеса в компании PricewaterhouseCoopers, PwC. Я, в принципе, всю свою такую более-менее сознательную, профессиональную деятельность занимаюсь как раз антикризисным управлением, специальными ситуациями, проблемными активами, реструктуризацией, и вот уже, ну, больше 17 лет в этой области. И я знаю ее как со стороны консалтинга, то есть, как, например, в текущей своей деятельности я являюсь консультантом предприятий, банков и заемщиков, так и со стороны бизнеса. И я работал, одно из моих последних мест работы, это банк непрофильных активов Trust, который занимался в том числе реструктуризацией многих активов санированных банков, и, ну, работал в других частных банках. То есть я, в принципе, достаточно хорошо представляю себе эту работу с разных сторон. И этим мне, собственно, нравится и моя работа, и нравится об этом рассказывать. Мне кажется, вот эта программа, которую мы представляем, финансовое управление кризисом, да, или вот антикризисное финансовое управление в новых макроэкономических условиях, ну, то есть даже по своему названию, она, безусловно, актуальна, полезна и важна. И тут, как бы, как, может быть, не цинично это звучало, но вот в ситуациях кризиса, в ситуациях, когда компания сталкивается с неблагоприятными макроэкономическими условиями, с неблагоприятными условиями внешней среды, вот как раз-таки наши услуги, услуги антикризиса, они выходят на верх в повестке дня руководителей, членов совета директоров и собственников предприятий. Текущей ситуацией и особенностью заключается в том, что вот это слово «кризис», которое мы упоминаем, он, наверное, его, наверное, стоит воспринимать скорее, знаете, как такую новую экономическую реальность, да, и вот поэтому первый модуль, он у нас так и называется, в новых макроэкономических условиях, потому что, ну, скорее всего, и тут я солидарен с отличными экспертами, которые говорят об этом, скорее всего, мы говорим не только о каком-то временном вот состоянии шока, да, в экономике, в финансовом положении предприятий, а, ну, мы говорим о том, что какая-то более долгосрочная, как минимум среднесрочная перспектива, она представляет собой существенно изменившиеся условия макроэкономических среды. И полезность этой программы, она, конечно, в том, чтобы финансистов подготовить к работе в этих новых условиях, понимать, что они могут делать в рамках своих предприятий, в рамках своего функционала, и как они могут правильно понять, какие существуют признаки проблемности, как они могут правильно на них отреагировать, правильно выстроить коммуникацию, правильно провести анализ, правильно представить предложение, как взаимодействовать с внешними контрагентами типа финансовых институтов, банков, да, или собственников, или более широкого круга стейк-полков. Вот этот весь круг проблем мы постараемся осветить в рамках вот этой нашей программы, в частности, этого первого модуля. Начнем, наверное, с того, что, вот как я сказал, да, есть кризис, есть какая-то новая макроэкономическая реальность, в которой мы живем. Как правильно понять признаки в рамках конкретного предприятия, которые могут говорить о том, что, ну, в ближайшее время предприятие может ждать, может быть какие-то проблемы, да, проблемы с разрывами ликвидности, или проблемы с позиционированием на рынке, или более такие, более долгосрочные, может быть, отложенные во времени проблемы типа стратегического позиционирования, выбора стратегии, но при этом, ну, более фундаментальные проблемы, да, и на их решение, возможно, требуется больше времени. Вот это правильная рекомендацировка на местности в новых условиях, правильное понимание того, какого именно рода проблемы имеются в компании, или могут появиться у компании, вот об этом мы будем говорить. Дальше важный вопрос, который тоже мы будем освещать, и про который я, в частности, расскажу на конкретных примерах, из своей практики, это то, как применять традиционные, знакомые всем инструменты финансового анализа для вот той самой, как бы, антикризисной работы, или работы, связанной с оздоровлением и выводом предприятия на более устойчивую деятельность, более устойчивую траекторию. Вот особенность, в частности, моей работы и работы моей команды заключается в том, чтобы на имеющихся и всем понятных инструментах, типа традиционных формах отчетности, да, на трех формах отчетности, достаточно быстро провести анализ и понять, где, вот, возможно, болевые точки, и которые, на первый взгляд, могут быть совсем незаметны. Если посмотреть на историческую отчетность и какие-то модели финансовые, прогнозную финансовую отчетность, может быть ничего тревожного и, как бы, и не покажется, да, не зная вот тех самых подводных камней или специфических инструментов, о которых я буду говорить, для распознавания вот этих вот тревожных сигналов, или early warning signs, как мы говорим, и как они упоминаются в методологии. Инструменты, о которых я упомянул, традиционные инструменты, это вот, как и Андрей говорил, да, в предыдущем выступлении про оценку и понимание стоимости, это все те же формы отчетности, да, и баланс, и отчеты о прибыли и убытках, и отчеты о движении денежных средств. Но вот уже, как бы, забегая, может быть, чуть-чуть в саму программу, можно сразу сказать, что, например, вот в условиях такой неопределенности и, как бы, сложности формирования прогнозов на будущее и необходимости при этом анализа вот этих вот ранних признаков проблемности, значение каждой формы отчетности, оно не одинаково, да, если бы мы в стабильных условиях говорили бы, что, может быть, вот, как Андрей тоже упомянул, баланс является, например, главной, там, первой формой отчетности, да, то вот в таких условиях неопределенности и в условиях этих задач, которые я сказал, на первое место, конечно, выглядит кэш-лоу, отчет о движении денежных средств. Даже не столько отчет, как бюджет или прогноз движения денежных средств, вот правильно понимать этот бюджет или прогнозы и понимать факторов, которые я вижу, как лучше меня будет управлять, прямым репостом, какие факты и как правильно провести обо всем тоже. Что касается методологии. То, что я сейчас все сказал и то, о чем буду говорить в рамках первого модуля, это, как и Елена тоже говорила в своем выступлении, ну, это не только такая, как бы, теория или даже практика абстрактная, да, это, во-первых, примеры из нашей реальной работы и реальной работы с кейсами и активами, которые были в моей практике, в практике моей команды, а также это признанная международная методология работы вот в подобных ситуациях. Мы будем говорить про методологию Turnaround Management Association, международная ассоциация по оздоровлению бизнеса. Мы будем говорить о методологии InSol, это европейская методология, которая нацелена на урегулирование таких спорных проблемных ситуаций и реструктуризации при случаях, когда есть несколько кредиторов и несколько международных кредиторов. Ну и, конечно, о нашей практике, которая вот есть у меня и у моей команды. И также в этой программе будут участвовать независимые эксперты, которые являются такими специалистами в отрасли, как Chief Restructuring Officer, то есть независимые антикризисные управляющие, которые привлекаются в компании, но обычно достаточно большие компании с советами директоров, и вот они привлекаются в качестве независимых директоров в советы для взгляда со стороны, но в то же время изнутри компании для сформирования повестки ее оздоровления. И вот один из таких экспертов как минимум будет представлен и рассказывает о своем опыте вот этого антикризисного оздоровления. Ну и, наверное, закончу тем, что мы также коснемся в рамках этого модуля, также коснемся текущей ситуации на рынке, российском рынке вот этого антикризисного управления, антикризисного финансового управления, реструктуризации, что представляется для рынок, какие на нем основные игроки. Это будет полезно тем руководителям и практикам финансов, которые в рамках своей работы, которым нужно будет, например, прибегнуть к тем самым независимым экспертам. То есть не только использовать свои компетенции, но и, например, привлечь компетенции с рынка, воспользоваться услугами профессиональных консультантов. И вот правильно сделать этот выбор, понимать ландшафт рынка и кто чем занимается, куда, собственно, движется рынок, об этом мы тоже расскажем в рамках первого модуля. И, наверное, закончить свой небольшой обзор такой, я хотел бы тем, что, вот я уже несколько раз вспоминал, сейчас такая у нас ситуация неопределенности, сложно делать прогнозы, сложно выбирать какие-то направления, даже для инвестирования, и сложно определить с пониманием стоимости. Вот мой такой экспертный совет – это инвестировать в себя, да, это во всех временах одно из лучших стратегий, в данное время это уж, наверное, одна из самых лучших. И, собственно, этот курс, эта программа – это возможность инвестирования, поэтому я всех призываю, конечно, ей воспользоваться. На этом, наверное, у меня все. Передаю слово Елене. Спасибо. Итак, мы вас ввели в курс как раз-таки по поводу такой трендовой программы, я бы сказала, как антикризисное финансовое управление, так. Но на самом деле, вот она по большому счету будет состоять у нас из двух блоков. Почему? Потому что первая часть, про которую как раз-таки говорил Дмитрий, это то, чтобы вы понимали вообще в целом ситуацию и, соответственно, тоже могли в ней ориентироваться, да, потому что как бы понятно, что нужно принимать какие-то такие более детальные шаги, например, да, то есть, соответственно, операционка, она, конечно, требует более пристального внимания, сейчас мы о ней поговорим, вот. Но без наложения макроэкономической ситуации и вообще, в принципе, как действует в условиях вот этого антикризисного управления, конечно, очень тяжело разрабатывать какие-то такие тактические цели. И вот переходя как раз-таки далее к вопросу о том, что а как выстраивается операционная эффективность в условиях кризиса и что такое антикризисное операционное управление, расскажет Новикова Нина Иосина, вы здесь, вот, и она более подробно представит уже как бы эту программу, этого блока. Сейчас немножечко вернусь назад с точки зрения содержательной части. Так, 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 нет, вот она, да. Операционная реструктуризация в условиях кризиса. Что она является именно продолжением вот того макроэкономического блока. И, соответственно, этот макроэкономический блок, он, соответственно, будет вот таким, как сказать, базисом, основой, да. После чего уже после этого базиса, конечно, мы должны приступать к конкретным действиям. Вот, и про эти действия как раз-таки расскажет Нина Иосина наш бизнес-практик, который, в принципе, Нина Иосина уже ведет эту часть программы, вот буквально, эта программа стартовала в прошлые выходные. Вот, и, в общем-то, в итоге у нас уже есть первая группа слушателей, которые будут активно применять эти методы. Нина Иосина, вам слово теперь. Добрый день, добрый день, Ирина Юрьевна, добрый день, коллеги. Ну, а что, давайте мы как-то листать слайды у меня, может быть, не очень получается. Давайте я буду переводить, если что. Сейчас, секунду. Я просто довольно далеко. Так, да, первое, конечно, с чего хотелось бы начать, я абсолютно согласна с коллегами, это не кризис, это новая экономическая реальность, формирование новой экономической реальности, в которой нам нужно жить и работать, и я очень надеюсь, что работать успешно. По своему опыту могу сказать, что у меня точно так же, как у Дмитрия, есть довольно серьезный консалтинговый опыт, опыт в области информационных технологий, а дальше работа в качестве эксперта по финмоделированию, по построению бюджетной системы и просто по управлению реальным производством, чем, собственно, я занимаюсь в последние годы. И, наверное, вот основной девиз, когда вы приходите на любые наши занятия, мы как раз помогаем думать, помогаем понять, помогаем вычленить проблемы, выявлять точки контроля. И абсолютно согласна с Еленой Юрьевной, что, конечно, нужно смотреть и сверху, но дальше-то надо идти сверху вниз. Поэтому, как продолжение первой части, о которой говорил Дмитрий, сделана вторая часть курса. Как, знаете, говорят, простые вещи. Казалось бы, простые вещи, но, тем не менее, эти простые вещи состоят из нескольких довольно серьезных блоков. Первое, с чего мы начинаем, а давайте посмотрим на нашу операционную эффективность немножко в другом ракурсе. Конечно, сейчас будет меняться и стратегия, и наша тактика. И в обычной ситуации, когда ничего не меняется, мы наблюдаем за динамикой, мы просто смотрим на наши затраты, смотрим на их динамику. А сегодня мы поговорим о том, что необходимо вспомнить, казалось бы, такие вещи из учебника, как классификация затрат. И углубление классификации, и наложение этой матрицы на себя, на свой бизнес, очень многим помогает найти точки эффективности в затратах. Не просто смотреть, как они меняются, но и пытаться понять, почему. Опять же, здесь, согласно с первым нашим сегодняшним докладчиком, возникает вопрос о кросс-функциональности, о командной работе. Причем он возникает, что называется, с первого шага. И поэтому вот в первом блоке нашей программы мы как раз и разбираем операционную эффективность по нескольким ее направлениям. Мы не говорим вообще, мы не говорим много и долго. Мы выбираем наиболее такие сущностные для сегодняшнего дня точки, которые позволят двигаться. Несколько частей и несколько экспертов ведут эту программу, и от совсем операционных вещей мы переходим к тому, что опрогнозирование все равно нужно. Нам нужно понимать те ковенанты, которые позволяют нам оценивать ситуацию. Причем, как они поведут себя в условиях более-менее стабилизации, в условиях, если мы находимся в кризисе, они покажут, что это кризис. И что нужно делать, опять же, на какие ковенанты нужно обращать внимание, если мы задумались о реструктуризации. Также очень важно сегодня, это тоже прозвучало, это финансирование, это финансовые потоки, это кэш. И, соответственно, одна из частей курса посвящена взаимодействию с банками и взаимодействию банков и бизнесов в новой экономической реальности. Причем, ведь когда мы понимаем тренды, мы понимаем, как себя вести. Поэтому мы быстрее принимаем решение, что сегодня, в общем, тоже весьма и весьма важно. Ну и, конечно, в кризисах мы с вами были много раз, а новая экономическая реальность, она не так часто к нам приходит, к счастью, наверное. Но почему-то предыдущие кризисные ситуации показали, что большинство первым делом начинает убивать неокр, маркетинг, а ведь завтрашний день он тоже будет. Поэтому один из блоков второй части нашего курса как раз посвящен тому, а как посмотреть на инвестиции и инвестиционные проекты, когда не так много свободных средств, все-таки имеет смысл их, ну, что называется, зарезать, да, или мы будем думать о будущем и выбирать, как эффективно инвестировать, потому что, ну, завтра все равно наступит. Можно дальше, Елена Юрьевна, попросить вас? У меня кнопка не нажимается, я не владею экраном. Да, и вот основные, основные моменты, основные моменты, да, на которых мы фокусируемся в нашем курсе, да, то есть первое, мы пытаемся говорить и говорим о маржинальности, как ее видеть, как попытаться ее сохранить, мы говорим о финансовой устойчивости, опять же, что на нее влияет, мы говорим и даже немножко дискутируем о понимании будущего пути, сочетании стратегий, тактики, сохранении конкурентноспособности, и, несмотря ни на что, а мы все-таки должны сохранять стоимость компании, а еще лучше стремиться к росту или готовиться к этому росту. Дальше, пожалуйста, если... Как-то у меня не получилось. Соответственно, разбирая, казалось бы, стандартный цикл управления и контроля, останавливаясь на нем не теоретически, а практически, экстраполируя его на сегодняшний день, собственно, мы приходим к выводу о том, что все равно продолжает работать вот эта классическая схема цикла управления и контроля, просто на каждом этапе несколько меняются приоритеты. Да, мы фокусируемся на тактике сегодня, но это не отменяет стратегические ориентиры, и мы должны понимать, что стратегические ориентиры просто сокращаются по срокам. Если раньше мы говорили о стратегии там на 3, 5 и более лет, сейчас, да, стратегия становится более короткой, но мы продолжаем все-таки мыслить системно и слегка глобально, я бы сказала. Очень серьезно усиливаются функции контролинга, очень серьезно усиливаются функции корректировки, но эти функции нужно усилить таким образом, чтобы они не отнимали все наше время на контролинг и корректировки, потому что нам надо думать, двигаться вперед и анализировать достаточно много направлений деятельности. И, конечно, опять мы выходим на ситуацию кросс-общения, понимания друг друга и командной работы, и построения матрицы, да, и связанными с матрицей проблемами взаимодействия, когда мы обсуждаем, что сегодня имеет смысл делать акцент, имеет смысл делать акцент на координации усилий финансовых и нефинансовых подразделений. Кстати, хочу сказать, что вот последнее, только что прошедшее занятие, мы начали вести этот курс, у нас была очень интересная дискуссия по поводу как раз системы стимулирования, системы мотивации. Мы вышли на нее, собственно говоря, о других проблемах, но оказалось, что сегодня большой вопрос это система мотивации вот этой кросс-функциональной команды, чтобы она эффективно работала на будущее, на сохранение и рост стоимости компании. Ну, можно дальше... Очень важный вопрос разбираем в нашем курсе, это вопрос, «Как найти эффективность процесса». Всем кажется, что ориентация на процессы это долго, сложно и дорого. Да, действительно, это долго, сложно и дорого, если подходить к этому не так, как, собственно, учим подходить сегодня мы. Процессы ведь они разные. И систематизация процессов, сосредоточение на ряде процессов, которые тянут нас на дно, позволяет нам, опять же, найти источник сокращения затрат, роста оборотного капитала, увеличения ликвидности компании. И такие методы, которые до недавнего времени, вот аудитория была удивлена на самом деле, ну, казалось бы, это же учебник, да, это, казалось бы, учебник, но если этот учебник применить к практическим кейсам, то мы понимаем, что мы можем сегодня, сосредоточившись на обслуживающих процессах, очень серьезно увеличить для самих себя, например, денежный поток, снизить себестоимость, поработать, опять же, я уже сказала, да, над оборотным капиталом. И элементы учета затрат по процессам в управленческом учете дают очень интересный эффект, который конкретно выражается в финансовом результате. И это мы тоже разбираем в рамках нашего курса. Дальше, пожалуйста. Вот большой кусок, который мы посвящаем, я вынесла сюда ровно один слайд, наверное, наиболее важный для всех, да, сегодня мы с вами действуем на рынке покупателя. Ну, если мы углубимся в ту ситуацию, в которую мы попали. Причем рынок покупателя у нас и с той, и с другой стороны. Тем, кто что-то производит, нужно покупать комплектующие изделия. Да, тем, кто ориентирован на какие-то крупные государственные контракты, нужно эти контракты исполнять, но при этом вопрос финансирования, ну, пока еще мы не разобрались окончательно, да, экономика стабилизируется, в общем-то, это видно, да, но тем не менее рынок покупателя, и нам важно понимать, в каком состоянии наши покупатели находятся. Вот на таких аналитических отчетах, на дашбордах мы анализируем с аудиторией, а что происходит, насколько будет интересен и положителен или отрицателен для конкретной компании тот или иной тренд. Это вот кейс по конкретной компании, где мы смотрим, как развивается ситуация по годам, а сейчас мы уже смотрели, как она развивается по месяцам и по кварталам, а с помощью прогнозирования и финансового моделирования мы можем промоделировать поведение, пусть на короткий срок, но тем не менее промоделировать поведение наших контрагентов и тех, кто с нами взаимодействует. Вот такие же вещи мы разбираем касательно, и разобрали уже на первом проведенном курсе, касательно покупателей, поставщиков, условий платежей и элементов показателей, формирующих ликвидность. В ситуации высокой неопределенности очень большую роль играет не просто финансовый коэффициент и его расчет, но очень большую роль играют формирующие его снизу доверху элементы. И поэтому вот такой прием, как построение дерева, дерево решений, дерево показателей, которые приведут нас, опять же, снизу вверх, причем системного построения дерева, когда мы не просто смотрим, допустим, как мы можем повлиять на оптимизацию того или иного показателя, но кто конкретно это может делать, какие подразделения. Это позволит нам с вами в итоге реально управлять, потому что мы управляем-то не коэффициентом, коэффициент – это итог. Мы его увидели и либо обрадовались, либо прослезились. А когда мы строим дерево и умеем строить дерево, то мы управляем уже конкретно формирующими коэффициент показателями. Вот эти моменты в виде конкретных кейсов мы тоже разбираем и пытаемся разобрать с нашими слушателями на курсе. Причем очень интересно, конечно, разбирать такие вещи, когда слушатели приходят уже понимая, что мы разбирать будем, и приносят какие-то свои вопросы. Это получается особенно интересно, когда мы можем подискутировать, и в этих дискуссиях тоже появляются, знаете, какие-то новые мысли. Казалось бы, разбираем вещи, с которыми сталкиваемся каждый день, но появляется глубина и появляются решения, приходят решения в дискуссии. В том числе вот к нашим слушателям, конечно же, приходят решения. Ну и очень важный момент сегодня – это денежный поток, который нам формирует поступление и оттоки. Очень важный момент – это финансовая устойчивость, и поэтому мы достаточно подробно разбираем, как работать в разных ипостасях, в разных ракурсах с дебюторской и кредиторской задолженностью. Тоже один из таких достаточно серьезных моментов. Это один из дашбордов, причем все эти дашборды взяты из конкретных программ, от конкретных компаний, и, соответственно, по ходу их рассмотрения мы задаем вопросы и, опять же, думаем, как выйти из той или иной сложной ситуации. Ну и в итоге хочу сказать, что… Разрешите, да, я вам наш завершающий слайд. В итоге хочу сказать, что курс направлен на то, чтобы все-таки сформировать у слушателей понимание, что управление сегодня и жизнь компании сегодня – это, конечно, прежде всего контроль. Контроль тех или иных показателей. Причем контроль не тогда или не только тогда, когда показатель уже сформировался, а контроль в процессе, контроль в управленческом учете. И вот очень хорошо характеризует ситуацию, вот, заметьте, все давно придумано, да, очень хорошо характеризует ситуацию вот этот вот небольшой слайд коллеги как раз из value-based management. Да, еще недавно мы говорили о том, что наша главная цель – это устойчивость создания стоимости. И мы контролировали показатели, которые ведут как раз к этой дороге, к устойчивому созданию стоимости. И как будто бы сегодня нас отбросили вот в эту вот красную зону, когда кто-то будет ставить вопрос о выживании, кто-то будет ставить вопрос о самоокупаемости, кто-то будет считать своей большой победой, и что он дошел до ступени самофинансирования. Но в новой экономической реальности основная эта цель остается прежней. И как раз вот мы пытаемся построить наши курсы и наш диалог со слушателем на все-таки конкретных примерах и по конкретным вопросам, да, как нам через какой-то период все-таки прийти и твердо встать на ноги вот у этой основной цели – роста, создания стоимости и устойчивости создания стоимости. Спасибо большое. И вот как раз-таки я хотела показать здесь вот наш блок операционной реструктуризации, да, то есть то, что вы как раз-таки рассказывали не научно, поэтапно. Вот так выглядит программа, то, что из чего она состоит, да, из каких блоков. И в итоге вот эти семь блоков, они вас проводят поэтапно, то есть что уже нужно делать с точки зрения того, что вот есть инструментарий, есть, соответственно, как его выбрать, да, соответственно, чтобы конкретно в каждом случае, потому что, скажем так, набор инструментарий всегда большой и его можно применять, конечно, но эффективность будет именно там, где у вас основная задачка, да, то есть сначала нужно выявить, а потом уже в итоге ее как бы применять. Хотя, тем не менее, нужно обладать как раз-таки видением решений задачек абсолютно по всем инструментам и, соответственно, вовремя правильно его применять. Вот, то есть еще раз подчеркну, что как раз-таки в своих обучающих программах мы обязательно сочетаем вот эту выжимку, то, что вам необходимо в рамках теории, и плюс обязательно все практические кейсы, которые вы сами просчитываете, и вы приходите с готовыми кейсами, потому что всегда на своих данных это, ну, как бы, во-первых, мы приветствуем, во-вторых, это всегда достаточно уникально, что вы в процессе занятия, в процессе обучения можете просчитать и получить уже какой-либо результат, да, то есть тот результат, который поможет вам при помощи преподавателя увидеть, что же вам необходимо лучше сделать и как направить вот в эти ваши решения. И помимо того, что у нас существуют вот эти вот антикризисные, как бы, проекты, да, то есть вот, пожалуйста, вам постулат о оценке стоимости компании, мастерство оценки, мы его называем, стоимости компании, программа антикризисного управления. Теперь давайте мы с вами поговорим еще вот по поводу программ, которые еще могут вам пригодиться в вашем, потому что на самом деле по факту, ну, как бы блок проблем, которые, соответственно, в области корпоративных финансов, он, конечно, не исчерпается сейчас только этими тематиками. Вот, в данном случае, пожалуйста, вот здесь QR-код на то, чтобы вы могли посмотреть, перейти еще раз на программу обучения по финансовому управлению кризиса. Соответственно, если вы хотите помодульно, пожалуйста, они просто идут достаточно в разных периодах для того, чтобы вы могли сначала освоить первую часть, потом, например, вторую часть. За счет этого получить скидку еще дополнительно обязательно, да, потому что как бы здесь будет два блока. С точки зрения искусства оценки стоимости компании и о том, о чем мы говорили с вами в самом начале, тоже, пожалуйста, вот вы можете здесь посмотреть именно тренд, да, то есть как быстро на нашу траекторию с позиции, как мы проводим именно вот эту отраслевую специфику, да, потому что есть мастерство оценки стоимости, искусство оценки стоимости, это как бы два таких поэтапно развивающихся курса, и уже когда мы говорим про искусство, это уже действительно как такое очень узкое, получается, направление, когда вы из денежного потока начинаете сопоставлять по разным-разным отраслям, и как раз-таки изучать специфику, причем эта специфика, она будет актуальна, и вот здесь у нас присутствовали специалисты из международного консалтинга, да, из банковской сферы, то есть фактически, ведь банкам тоже нужно оценивать, да, и как бы на международном уровне тоже оценивают стоимость компании, потому что сейчас понимание, какая будет стоимость, да, ведь сейчас очень непростой период с точки зрения этой оценки, ведь, да, у нас прошел, сейчас завершился первый квартал, но первый квартал будет далеко не показательным, потому что январь, февраль, и еще и март, это, в общем-то, был пик активных продаж еще, да, хотя с точки зрения распределения года, будь все-таки первый квартал, он не такой активный, но, скажем так, фактически за эти три месяца компания могла как раз-таки совершить достаточно хорошие обороты, а вот что будет как раз-таки апрель, май, июнь, то есть вот как раз-таки первое полугодие ожидает, что с точки зрения показателей финансовой устойчивости компании, вообще, в принципе, деятельности компании очень многие результаты будут претерпевать очень сильные изменения, и здесь-то как раз-таки вам и пригодится оценка стоимости компании, да, то есть что происходит с компанией, как выявить, какие драйверы, то есть вы смотрите или компанию изнутри, и понимаете, на что нужно направить основные усилия, да, на сокращение, оптимизацию, или наоборот на какое-то развитие новых направлений, и, конечно, в рамках вот этих кейсов вы смотрите, а как компании решали в разных ситуациях и поднимали свою стоимость, то есть на чем можно сфокусироваться, несмотря на то, что, да, у нас вот такой непростой период, и, соответственно, новые условия, новая экономическая развития, вот, и драйверы стоимости, они тоже смещаются, как бы, концентрируясь на каких-либо других областях, но, тем не менее, методика остается, и владея этой методикой, вы, в общем-то, в итоге действительно становитесь таким более актуальным и уникальным, я сказала, наверное, специалистом, да. И еще одну программу, я бы хотела заострить внимание ваше, это проектное финансирование. На сегодняшний момент, конечно, с учетом того, что выделяются достаточно именно субсидированные программы с позиции не только государства, но и, соответственно, различных кредитных институтов, где в качестве, скажем так, финансирования, источников финансирования является несколько участников, да, этого финансового механизма, то здесь вам пригодится как раз-таки опыт еще одного бизнеса нашего эксперта, Дмитрия Тихомирова, который является управляющим директором ВПРФ, и в данном случае он рассказывает изнутри практику вот этого финансирования крупных проектов, потому что само по себе проектное финансирование опирается на инвестиционный процесс, да, на инвестор-проектирование, но здесь не стандартный случай, потому что ведь традиционно в инвестиционном процессе мы имеем, как правило, расчет с одним источником, да, то есть с одним инвестором, ну, там, парой инвесторов. В проектном же финансировании это все-таки достаточно сложная финансовая модель, потому что помимо экономических эффектов зачастую приходится рассчитывать и социальные эффекты, их нужно тоже как бы доказать и показать. И сама по себе модель в проектном финансировании намного сложнее и более жестче рассматривается очень-очень многими получается инвесторами. Вот. Курс очень достаточно востребованный и ориентированный на вот такие вот крупные проектные финансирования. В общем-то в итоге в этом курсе вы получаете не то что навыки готового финансового моделирования, это можно просто финансово моделированием поучиться, а вы получаете именно понимание как выстраивается проектное финансирование и соответственно как в чем специфика этого финансового моделирования в проектном финансировании. Так, сейчас секундочку. В данном случае вы можете перейти и посмотреть тоже наши программы по искусству оценки и проектному финансированию. Вот. Ну и соответственно конечно для всех наших участников будет действовать специальный промокод и мы вас приглашаем на наше ближайшее вот, которое время открывается, то есть до еще пока времени активных отпусков, до июля месяца вы можете пройти обучение, получить ваше подтверждение еще плюс дополнительного навыка в области корпоративных финансов. И сейчас я готова ответить на ваши вопросы, возможно у вас есть вопросы к экспертам, поэтому давайте попробуем немножко с вами посмотреть как бы ваши потребности, то есть может быть что-то вам хотелось увидеть, услышать именно в наших программах, да, то есть они могут быть во второй половине этого учебного года. Вот. Было бы хорошо, если бы вы написали из каких отраслей вы нас слушаете, да, и соответственно какой навык вам бы хотелось развить, то есть как вы видите свое именно непрерывное образование, вот, и чего бы вам не хватало. Мы могли бы здесь как раз таки подсказать, то есть что в данном случае, например, вам нужно. Уже про тренды в области профессии поговорили, соответственно, тренды какие вот мы готовим для вас в области образования тоже, как вы сказали, это краткосрочные программы, конечно, у нас есть и долгосрочные программы, магистрские программы, но это двухгодечное обучение, то есть те, кто задумываются, как уже говорила Светлана, о фундаментальном обучении, да, то, пожалуйста, можете проходить наши магистрские программы, и они стартуют у нас набор в июне месяце, вот, то есть фактически даже сейчас еще и уже идет так называемое раннее приглашение, вот, пожалуйста, мы тоже готовы рады видеть вас на вот этих вот фундаментальных программах. У нас тоже там также преподают бизнес-практики, но там, естественно, какая-то часть времени посвящена исследованиям, так, вот, и это уже говорит о том, что вы будете получать диплом об определенной квалификации в области, так, магистра коваративных финансов, магистра финансов, магистра бизнес-аналитики, даже у нас имеются программы и в онлайн, которые идут на платформе, и сейчас это достаточно популярная форма обучения, потому что она позволяет вам учиться в удобное для вас, получается, время. Итак, пожалуйста, я готова ответить на ваши вопросы или, может быть, в чате. Вот интересно было бы, вот у вас был вопрос по поводу о CCA, да? Вот у Веры был вопрос по CCA, по СИМе и так далее. То есть в данном случае, что бы вы хотели, в данном случае, как бы вы хотели продолжить программу обучения по CCA и СИМе, или вы хотели что-то аналог, например? Да. Ну. Ну. Так, что-то немножечко, наверное, уже... Ага, я вижу, так мы уже немножко закончили, да, начинает отключаться потихонечку. Ну, давайте тогда сделать так. У нас будет запись этого вебинара, то есть мы вам пришлем материалы непосредственно, да, то есть вы ознакомитесь, и если что, мы готовы ответить на все ваши вопросы. Вы можете их подавать по электронной почте, можете через наш Телеграм-канал, да, где мы их публикуем как раз-таки вот эти все новости и так далее. Вот, и будем ждать вас на наших новых встречах, где мы будем рассказывать снова о трендах, о том, что интересно, приглашать практиков, которые будут выступать с позиции именно их вот такого взгляда, видения, что же происходит сейчас в корпоративных финансах. Я желаю всем удачи в это нелегкое время, полностью справиться именно с разрешением вот этих вот ситуаций и достойно выйти из кризисных решений, да, то есть именно эффективно выйти и, соответственно, развивать дальше компанию. Тогда наш вебинар мы завершаем. Спасибо вам, что были с нами. Всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.